добрый день всем здравствуйте сегодня у нас будет маленький такой интересный ролик по переделке токарного станка все дело в том что сегодня вчера позавчера в общем была получена посылочка от дружественного канала скифа совский ссылочки естественно будут в описании где-то тут выскочат ну его под описанием ролика очень интересный канал хозяин когда у нас александр занимается тоже токарными работами литейка по алюминию стружит варить пилит строгает ну и строгать я уже говорил изготавливать всевозможные радиолюбительские изделия программирует мои и так далее до плода того что у человека есть самодельный самолет вот и много-много чего интересного занимается постройкой станков с чпу и соответственно работает на этих станках и вот в одном из роликов у александра я заметил очень интересное устройство я ему позвонил мы с ним связались а и в итоге я получил некую посылочку с вот такими вот двумя пакетиками итак у нас пакете лежит некое электронное устройство вот такое вот на ардуинке программируемое в общем не будем тянуть кота за хвост это у нас частотный преобразователь то есть когда в это устройство входит 220 вольт на выходе мы получаем три фазы и куда можно подключать промышленные трехфазные станки у нас с вами как раз промышленный трехфазный мощный здоровый станок платка маленькая потому что эта платка у нас для запусков вспомогательного двигателя если основной главный двигатель у нас работает запускается от большого частотного преобразователя купленного на алиэкспресс из китая мощность его 11 киловатт то вот эта платка мощностью примерно там один полтора киловатта и она у нас будет крутить вспомогательный двигатель который стоит вот там и который вращает вау ускоренных подач ну короче ускоренные подачи будут у нас включаться и приводится действие теперь вот таким частотным преобразователем до этого у меня все работало по простой схеме если основной двигатель работал у меня от частотного преобразователя то вспомогательный двигатель работал по обычной схеме включение трехфазного двигателя 220 вольт треугольник через огромный конденсатор и пускатель вот там пусковые конденсаторы рабочие все это вот так запускалась ну вот ребят чтобы было понятно о чем идет речь у меня на центральном складе совершенно случайно оказался именно такой же мотор который стоит вот здесь вот там по мощности по своим размерам по своим номиналам поэтому чтобы этот не вытаскивать для образца вот есть подобный мотор есть подобное включение вот кстати промышленное включение именно звездой у нас когда три конца начала обмотки все у нас кучу и конце обмоток вот они все в сторону и включаются в три фазы соединения звездой стандартная нам это надо будет переключить в треугольник подключить к вот этой платке вот плата это как конструктор ребята мне пришлось а чтоб она нормально заработал докупить вот такой конденсатор но можно и поменьше емкости конечно я как говорится борщанул да и изготовить вот такую вот регулировочную ручку эта ручка будет вставляться в станок вместо вот этой штатного джойстика вперед назад вправо влево и здесь просто кнопка включения там просто два контакта замыкаются и все вместо этих контактов данной схеме стоит резистор и мы должны с вами теоретически получить я еще не пробовал в зависимости от усилия нажатия у нас при помощи этого агрегата будут меняться обороты этого двигателя то есть мы должны получить с вами не просто ускоренные подачи а еще и с плавной регулировкой да как с вариатором то есть можно медленно потихонечку будет сделать а можно быстро быстро это все выглядит в теории и это все вы работает до канале у александра канал скифосовский так и набирайте в поисковике но я сейчас попробую сделать это все коммутацию на вот этом моторе что было все наглядно мы попробуем и так ребят только что у вас на глазах были найдены концы и начала обмоток теперь их надо соединить все обмотки последовательно друг другом и у нас получится соединение в треугольничек да то есть начало одной обмотки соединяем с концом другой обмотки начало одной обмотки соединяем с концом другой обмотки и соответственно начало первой обмотки соединяем с концом 3 обмотки, да? правильно? начало, конец, вторая обмотка, начало, соединён с концом этой, здесь я начало, соединён с концом этой, то есть последовательно вот у нас и получилась пресловутая фигура называется треугольник, видите вот почему вот она даже условно очень похожа до на треугольничек, три конца у нас появилось при таком подключении обычные двигатели начинают работать от 220 вольт мы сейчас это и попробуем подсоединил я мотор к 220 вольт но он сейчас работает толком не будет он будет гудеть, но не крутится потому что нет третьей фазы ему не хватает толчка не будем давать эти синусы, косинусы и так далее сейчас попробуем еще один конденсатор сюда подключим я вам покажу просто стандарту схемы включения через конденсатор конденсатор 60 микрофарад написано для холостого запуска вполне достаточно но как видите при таком включении при включении через конденсатор 220 вольт мотора рассчитано на три фазы 360 вольт он еле-еле даже себя как бы раскручивает знатоки конечно скажут что можно увеличить емкость конденсатора и он тогда будет более резко, быстро и все включаться я с вами абсолютно согласен при любом емкости конденсатора данный мотор ну вообще любой мотор больше 50% своей мощности отдать в принципе не может ну сами посудите, был рассчитан на 360-380 вольт а вы ему дали 220 вольт уже разница в два раза ну а дальше там сдвиги, косинусы и так далее и плюс работает полноценно всего одна обмотка верни как в трехфазном подключении полноценно работают все три обмотки сейчас у нас полноценно работает всего одна и две обмотки работают примерно по половину то есть потери огромнейшие если увеличить емкость конденсатора он будет запускаться веселее но он начнет греться, что для него плохо так вот данная платка полученная от Саши делает из обычной розетки 220 вольт трехфазное напряжение тоже по 220 вольт но это не страшно, мы уже сделали переподключение но мы имеем полноценных три фазы и станок, и мотор должен будет отдать все 100% своей мощности подключаем для того, чтобы эта плата правильно и хорошо заработала нам необходим силовой модуль как раз который вот непосредственно ключи силовые и выпрямитель входной то есть это самые нагруженные элементы да, в тепловом режиме их надо поставить на радиатор ну как всегда полазил на центральном складе нашел вот такой радиатор под какого-то мощного диода 200 амперного вот такой радиатор с какого-то диода послабее на 50 ампер вот еще радиатор на 160 ампер диоды был это все со сварочных аппаратов различных вот такой радиатор это уже какой-то усилитель был похоже на него мощный радиатор, но этой мощности радиатора уже на несколько киловатт хватит мы не будем его тратить, сюда он смысла нету поэтому был найден вот такой у меня еще радиаторик у него довольно большая площадь то есть смотрите наша платка сюда замечательно становится и внешне по габаритам они примерно одинаковые это даст возможность сделать крепеж самой платы уже через радиатор радиатор закрепить на станке скажем так и площадь большая хорошая то есть размечаем, сверлим, крепим, пропаиваем поехали так, ну отверстия рассверлены, резьбы нарезаны, проверены теперь надо плату поставить на радиатор ставить надо через термопасту наносим немножко термопасты тут контактная площадка специальная есть и также термопасту наносим на этот выпрямительный элемент или диодная матрица, как хотите в общем выпрямитель ну и можно теперь ставить это все на радиатор ну и так, плата стоит на термопасте все прикручено конденсатор закреплен отводы под мотор выведены отводы под регулятор скорости у нас уже выведены так что можно в принципе включать наверное выход с нашей платы 3 провода есть подключаем его к мотору нам абсолютно все равно в какой последовательности и куда нам просто надо сейчас проверить крутится он или нет ну а если надо будет изменить направление вращения опять же это не сложно надо будет перекинуть каких-то два провода местами все, страшное соблюдение техники безопасности вот здесь у нас почти 300 вольт в итоге ну 220 вольт, то там всякие-всякие эти и так, ребят схема полностью подключена подключен конденсатор подключен мотор на шкивок вот даже бумажечку видите наклеил также подключил новую ручку которая будет установлена на токарный станок в ней внутри стоит ползунковый резистор за счет смещения которого соответственно будут меняться обороты ну вот давайте я вам попробую показать вот я нажимаю так видно как он вот вот палец мой да вот так вот так давайте вот я нажимаю и соответственно смотрите на шкив вот такие обороты да ребят ну и выключение то есть понимаете на таких оборотах суппорт может вполне себе так походкой да стилем крадущегося тигров да грязец подойти к детали правильно? правильно а потом когда мы деталь вытащили суппорт можно будет быстро-быстро взять и отвести в сторону только клац и уехали в сторонку так ну вот как бы в холостую я вам схему показал как она работает значит здесь и есть примерно около пяти нескольких миллиметров миллиметра три-четыре вот да я смотрю у меня здесь и на ручке есть как бы холостой ход это чтобы ну случайно касание одежды где-то там как-то что-то вдруг я зацеплюся чтоб не включился этот самый ну а потом уже соответственно начинается работать мотор схема у нас исправна схема у нас работает теперь это все разбираем и внедряем в станок ну и вот ребят что у нас в итоге получилось благодаря вот такой маленькой коробочке полученной через компанию СДЭК от Саши канал Скифосовский мы получили следующую комбинацию запускаем в станок включаем центральный рубильник загорелись лампочки заработал основной большой мощный частотник мощностью 11 киловатт для главного двигателя ну который вращает шпиндель все остальное там у нас загорелся заработал второй частотник вот такой маленький вот такой маленький у нас еще один частотник теперь появился ну вот сверху да один большой другой маленький который у нас управляет вспомогательным двигателем для быстрых подач здесь вот такая ручка я сейчас крышечку специально еще не одевал чтобы было видно как что двигается шевелится вот такая ручка что она нам дает давайте я вот так наверное попробую заснять оно будет в принципе видно сейчас я буду нажимать кнопку и вот он вал вращения будем смотреть вот видно да то есть я буквально нажимаю 5 миллиметров и есть свободный ход ну случайно чтоб я где-то зацепился заделся не страшно проходим включается вал малые подачи и можно их ну и можно соответственно делать быстрее медленнее теперь давайте посмотрим это как выглядит на суппорте давайте это посмотрим с этого ракурса опять же вот кнопочку мою видно и вот сейчас поперечная подача включили нажимаем кнопочку вот так да ага быстрее и совсем можно быстро ну соответственно можно что сделать можно подкрадываться к детали а ты там рисом каким-то да и потихонечку подъезжаем вот так ну и то же самое соответственно можно сделать на продольных подачах и или допустим наоборот к патрону опять же режим подкрадывания да подкрадываемся как бы это показать ну давайте вот резец и вот со стороны да мы можем теперь потихоньку-потихоньку буквально подкрадываться к детали да то есть вот у нас вот вот то есть будем считать что у нас все получилось ускоренные подачи теперь у нас не просто грубо включил-выключил а с плавной регулировочкой можно быстро подъехать можно потихоньку подкрасться очень удобно кстати в работе ну вот первое такое впечатление ну вот в принципе и все ребят на этом ролик мы заканчиваем да наш о модернизации токарного станка 1К62 в частности о переделке его ускоренных подач ну и далее ребят кому заинтересовал данное устройство данные частоты преобразователь переходим на канал к Саше канал называется Скиф Осовский Скиф Осовский а ну такое интересное название да где он в нескольких ровликах подробнейшим образом образом показывал и рассказывал про этот приборчик про его изготовление про его настройки про его предназначение оставлял ссылки на схемы на описание на печатные платы и так далее то есть если кто желает в принципе воспользовавшись этими ссылками может сделать эту схему сам протравить вытравить печатные платы собрать детали и собрать вот ссылочки я еще раз говорю будут в описании где-то вот тут вылезет обязательно на его канал ссылочка будет в описании переходите смотрите подписывайтесь потому что канал очень интересный там у нас и станки с чпу и авиация и литейное производство и все это дома у себя в огороде то есть ну тоже такой дядьков довольно таки интересный любознательный и очень все это интересно подает можно посмотреть ну на этом все хотя нет не все ребята хотя ребята нет не все в этой же коробочке есть еще одна плата я не буду крупно ее показывать еще одна плата то есть у нас еще будут ролики под модернизацией моего станочного парка подписываемся на мой канал смотрим внимательно разглядываем ну а пока всем пока как всегда всем вот такой огромный привет и будьте здоровы как все что в это тоже что в и Продолжение следует...